Юрий, расскажите, пожалуйста, чем сегодня живет Совет ветеранов, как вы работаете и с какими вопросами к вам чаще всего обращаются ваши бывшие сотрудники? В первую очередь у нас есть устав, где все пункты нашей работы на каждый день расписаны. В первую очередь это социальная защита всех наших пенсионеров, ветеранов, инвалидов. Есть инвалиды первой группы, второй группы, есть лежатие вообще. Ну и, конечно, семьи погибших сотрудников, родителей, жен, детей. Оказываем всяческую помощь, по которой они обращаются, ни от Совета ветеранов, ни от МВД, они с нерешенным вопросом не уходят. Ну, к нам обычно обращаются по материальной помощи, по курортно-санаторному лечению. Ну и мы стараемся помочь больным нашим пенсионерам на стационарное лечение медучреждения Карачаево-Ческесской республики и даже города Ставрополь. Есть статистика, в этом году мы помогли и легли наши больные, это 120 человек. Мы оказываем совместно с кадровой службой материальную помощь мы оказываем вместе с отделением пенсионного обеспечения ФМВД республики. Есть у вас какие-то договоренности, да? Это не то, что договоренность, это есть приказы МВД России и есть постановление правительства Российской Федерации. Вот, например, каждый пенсионер имеет право в год получить 4 тысячи рублей материальной помощи при предоставлении соответствующих документов. Это обычно больные с диагнозами, с теми чеками, какие лекарства покупали. Надо смотреть, какие лекарства они купили, какие лекарства посоветовал врач. Также наше пенсионное отделение по нашему халатайству оказывает помощь, если умер человек, близкий родственник. Отец, мать, брат, сестра, теща, тесть, близкие родственники жены и мужа. И по 5 тысяч в каждом таком случае тоже предоставляют. Мы халатайствуем, если не можем найти путевки здесь, там на лечение. У нас обычно мужчины урологией болеют, женщины нервами болеют. И звоним, добиваемся с Москвы. Человек занимается этими вопросами. Очень много благодарных людей к нам приходят, говорят, благодарят, спасибо, говорят. Ну, приятно. Вопросы санаторно-курортного лечения бывших сотрудников и в том числе и семей погибших сотрудников, это полностью в ваших руках. Скажите, всегда ли у вас получается удовлетворить эти потребности? Всегда ли получается помочь? По кварталам рассматриваем путевки. Ну, нам, пенсионерам МВД, не так много путевки дают. Но я добиваюсь. Особенно семье погибших мы даем без никаких ограничений. Им сколько путевки надо, сколько и отдаем. Что я хочу сказать, вот, у нас Айпанов Шамдрусанович есть начальник, руководитель поликлиники нашей. Что и спасибо ему. Помогать всегда, вот, что я прошу, помогать и поддерживать меня. И всегда говорят, ну, Харбин, разговора нету, я закажу в Москву дополнительную путевку, семья погибших, нашим пенсионерам МВД, помогу. Большое спасибо ему. Очень сильно помогает нам. Вот сколько человек в год вы можете отправить? Если вот в этом году у нас с путевками что-то тяжело было, потому что Украине вот там же, которые они там тоже воюют, им тоже положено лечение, им давали путевку Москва. Особенно, когда вот войны не было, путевку хорошо мы получали, очень хорошо. Всем доставало, всем все довольны. Куда надо лечение, например, Кистоводск, Железноводск, Ессентуки, Сочи, там много санаторий у нас. Куда хотят пенсионеры, особенно переводчика, совет ветерана. Или это пенсионеры, или это семья погибших. Переводчика только им надо. А потом, кто вторая группа, кто участник воевых действий, вот этим и даем путевки. Ну, я всегда стараюсь вырвать у них, чтобы мои пенсионеры были довольны. А вот в год сколько человек вы можете отправить? Вот в год бывает у нас до 80 путевок. До 60. Ну, 80, 90. Вот так я... Сейчас просто что-то тяжело было путевками, но сейчас мне 65 штук я выбил нашим пенсионерам. Вот буквально сегодня тоже помог. Пенсионерка обращалась, мне надо одну путевку. Я позвонил Шамилу Русанову, он говорит, найдем, говорит. И он сегодня же этот вопрос решил. Стоимость путевки оплачивается полностью или определенная часть? Нет. 50% у нас оплачивается. В общем, если едешь в санаторию, 3000 рублей двухместные. А если одноместные, 5400 рублей. Вот наша путевка стоит. Всего? Все. Вот это своему путевки нашли. Всегда ли ваши рвения, скажем так, ваши идеи с путевками находят поддержку у руководства вашего? Совет ветеранов здесь уже где-то больше 10 лет я здесь. Ну, у нас были председатели. Ну, я не могу сказать, что они там. Ну, нормальный председатель Совета ветеранов у нас был. Ну, как тем, что Юрий Анатольевич, честно скажу, я человек прямой. Молодец. Все вопросы, которые, кто бы ни был, все к нему, пенсионеры, там, какие-то помощи туда-каза сюда. Ни один человек отсюда не выходил без решения вопросов. Пребольшое спасибо ему, что есть у нас такой председатель. И мы будем всегда стараться поддерживать его все, любые вопросы. Все, ну, конечно же, сопровождается соответствующей документацией, требует работы с документами. Да, это... Скажите, пожалуйста, всегда ли получается вот этого всего добиться? И как часто вы сталкиваетесь, скажем так, с бюрократическими проволочками в решении этих вопросов? Стараемся основной массе помогать. И что касается по документации, все ведется согласно приказов, повторюсь, устава Совета ветеранов, Российского Совета ветеранов МВД России. Это и письма, это и планы, помимо Совета ветеранов МВД Республики, есть еще первичные ветеранские организации, которым также направляются материалы с МВД России, Совета ветеранов, рассылаются, проводятся первичными ветеранскими организациями на местах, в районах работа. И они отчитываются в Республиканский Совет ветеранов, то есть к нам сюда. И уже это все обрабатывается, регистрируется. И если нужны дать ответы в МВД России, в Российский Совет ветеранов, она направляется как электронно, так и почтой. Александр, расскажите примерно, сколько писем в день вы пишете? На сколько обращений отвечаете? 7-8. В среднем. В среднем 7-8. И в основном какого характера это обращение? Обращение, ну это идут у нас материальная помощь, социальная защита по медикаментам и по путевкам в санатории МВД России. А вот в среднем сколько времени занимает обработка вот одной просьбы, одного обращения, допустим? За какое время вы решаете вопрос человека? Ну, каждого. Вот он написал, обратился. У каждого вопросы разные, по-разному излагаются. Тут нельзя судить 15-20 минут, день-два, я имею в виду на полное решение вопроса. Есть такие вопросы, которые занимают большее количество времени. Это и неделю, и два, и месяц, и более. Ну, по мере возможности стараемся решать их. Сейчас очень актуальны вопросы, связанные с Украиной, со СВО. И, насколько я знаю, очень много ветеранов МВД тоже и добровольцами ушли служить Родине. Но есть моменты, есть вопросы, которые встают проблемные. Допустим, вот, насколько я знаю, с удостоверениями. Они могут получить удостоверение, они могут получить материальную помощь. Вот есть вот такое вот «но». Вы, как руководитель юридического отдела Совета ветеранов МВД, скажите, вы можете решать эти вопросы? И есть ли конкретные примеры, когда вы помогли решить эти вопросы? Вообще, вот, как вот быть людям, ветеранам, которые столкнулись с этой проблемой? Вы знаете, это очень актуальная проблема и очень, ну, как вам сказать, плакать не хочется. Но мы стараемся, то, что получается. Многие, которые выезжают по собственному желанию, по зову сердца, в защиту своей многоциональной Родины, там, на местах, и мало кто объясняет, когда их демобилизуют, приезжают. И что остается? Идут по инстанциям, а им говорят, идите, вы где раньше работали? В МВД. Ну, они идут там, вот нам не дают. Мы по мере своей возможности помогаем, разъясняем. Плохо то, что военкоматы насчет этого плохо как-то работают. В основном, они думают, если это бывшие сотрудники милиции, полиции, думают, должны мы давать. То, что в наших силах, мы стараемся, делаем, даем запросы. Буквально, вот сегодня тоже приходил один, ну, наш ветеран. Ну, как ветеран, он пенсионер наш, ездил. Четыре месяца находился в зоне СВО. Ну, по мере своей госздоровья его комиссовали. И буквально он месяца два ходил, пришел сюда к нам. Я ему разъяснил его права, куда он должен. Если надо, я могу и фамилию, и имя его сказать. Что он должен непосредственно обратиться туда-то, туда-то. Он понял, поблагодарил, нас ушел. Буквально недели две-три тому назад. Бывший наш пенсионер тоже. Но он не погиб, а по состоянию здоровья там. Обратилась к нам его дочка. Помогли ему по месту на кладбище, где она хотела похоронить своего отца. Все, что в наших силах, кто к нам приходит, мы стараемся помогать. То, что получается. А что не получается, выходим с предложением, с просьбой на имя руководства МВД нашей республики. Спасибо им большое. Нет, не говорят, тоже помогают. Администрация города и республики тоже непосредственно с ними. В контакте мы, они тоже нам помогают, когда мы обращаемся к ним. А скажите, а куда, вот вы сказали, я объясняю, куда им нужно обратиться. А куда им нужно обратиться? Какие вот последовательные действия, какие они должны сделать? Во-первых, тот, который был в зоне СВО, им должны там на месте разъяснить. И они там же должны получить в той части, которой они служили. Ну, так получилось, кто-то в госпиталь попал или что-то, вернулись. Это все решается через военкомат. У нас нету данных, кто там находится. И никто нам этого не даст. Это только военные комиссариаты. Они могут узнать в Министерстве обороны, где Иванов, Сидоров, Петров находились по такому-то времени. То есть, а вы можете просто посодействовать? Мы можем просто консультировать и то, что в наших силах, помочь, посодействовать. Вы сказали, я объясняю, куда им нужно обратиться. А куда им нужно обратиться? Какие вот последовательные действия, какие они должны сделать? Во-первых, тот, который был в зоне СВО, им должны там на месте разъяснить. И они там же должны получить в той части, которой они служили. Ну, так получилось, кто-то в госпиталь попал или что-то, вернулись. Это все решается через военкомат. У нас нету данных, кто там находится. И никто нам этого не даст. Это только военные комиссариаты. Это они могут узнать в Министерстве обороны, где Иванов, Сидоров, Петров находились по такому-то времени. То есть, а вы можете просто посодействовать? Мы можем просто консультировать и то, что в наших силах, помочь. Как вы относитесь к пенсионерам, которые после, скажем так, многих лет работы в МВД еще продолжили там служить? Ну, мы сами участники боевых действий. Мы знаем, что это такое. Я, например, горд, что, будучи на пенсии, пожилой человек, ну, пожилых, сейчас уже начальник, после 45 лет, едет еще воевать или выполнять какие-то работы, касающиеся специально военной операции. Мы за них горды очень. Очень горды. Я за них и рад, и в любое время мои двери для таких людей и днем, и ночью всегда открыты. И все, что в наших силах мы приложим, добьемся, поможем. Юрий, вот на ваши плечи, как руководителя, и вообще на Совет ветеранов МВД возложена очень большая ответственность по решению вот каждодневных вопросов ваших бывших сотрудников. Скажите, пожалуйста, всегда ли ваши стремления, всегда ли они находят отклик? Всегда ли у вас получается добиться желаемого результата? Проблем очень много. Ну, дальше вот руководство кадрового подразделения, мы пока, вот у нас новый министр, Ефедор Владимир Ильич, мы к нему еще не обращались, потому что не было такого вопроса, чтобы наш Совет вместе с кадровым подразделением МВД не смогли решить. Ну, а если уже выше головы не прыгнешь, если мы не сможем помочь, если и МВД не сможет помочь, то тут нам только приходится извиняться. Потому что бывают такие обращения, земельный участок не могут оформить, надо подавать в суд. Тут юристы у нас занимаются, помогают. Ну, тут мы не выиграли. Ну, тут уже нашей вины нет. Там тоже своя стезя, свои работы, свои нюансы. Ну, по крайней мере, с 2018 года у нас такое, что кто-то на нас обиделся, или мы не смогли решить ту или иную проблему. Ну, я не помню.